Ну пошел же ради бога, не баильник и песок, не веселая дорога, и садись ко мне дружок. Будущий менеджер Фирус по национальности таджик, но русскую поэзию любит и уважает. В общежитии для иностранцев института менеджмента, что в лагере Искра в Дубках, он уже почти год. Ребята здесь разных национальностей и вероисповеданий, но живут на удивление дружно. Мы разные, и это нас объединяет, кстати. Здесь такой хороший тезис. Вот это действительно работает. Мы очень дружно живем. Это общежитие при институте менеджмента появилось здесь год назад. Сейчас в нем проживают около ста иностранных студентов. Порядок в общежитии довольно жесткий, но проблем с выходцами из Африки и Азии не бывает практически никогда. Но Длила сидели недолго. В один прекрасный день, а точнее в 7 утра, в общежитии для иностранцев нагрянуло проверку ФМС. И вели себя сотрудники миграционной службы совсем негостеприимно. Я сказал, мне душно здесь. Он говорит, сейчас будет еще жарче, сейчас поднимусь, ты кое-что получишь. И так далее. Начало угрожать. И сам стал смеяться надо мной. Правда, это было только начало. Через несколько дней сотрудники ФМС остановили автобус, переводящий иностранцев, и учинили новую проверку документов. Когда мы вышли в автобус, садили, там, вышли в автобус, солдат с автоматом, и говорили, что выключай телефон. И я включил телефон, и хотел показать, что я уже включил телефон. Но у меня не понимают, и взял автомат, и меня ударил сюда. А затем руководство вуза и вовсе попросили студентов из лагеря «Искор» выселить. Впереди начало оздоровительного сезона в Дубках. И многих родителей почему-то возмущает, что по соседству с их детьми будут жить молодые люди из стран Африки и Азии. Руководству города с опасениями родителей пришлось согласиться. Глава администрации призвал учебное заведение территорию освободить. Там проживают чуть больше сотни студентов, которые приносят доход этому учебному заведению. Но сейчас речь идет об оздоровлении нескольких сотен наших оренбургских детей. И вот сейчас у нас появилась уже тревога, что родители, если ситуация не разрешится, начнут отказываться от путевок в тех лагерях, которые непосредственно находятся с «Искрой» рядом. Институт выселять студентов отказался. Тогда же администрация предложила ректору вуза единственный возможный в этой ситуации выход – поручиться за своих воспитанников. Ректор Олег Сверидов отказался и вместо этого написал письмо в Государственную Думу. Какие я могу дать гарантии по отношению к молодым людям? Мы же действительно не разыскные работы там будем проводить и окружать все это милицией, полицией и так далее, чтобы они никуда не выходили. И вечером не гуляли и так далее, и так далее. Где дальше будут проживать темнокожие парни и девушки – пока не ясно. Скандал уже вышел на федеральный уровень, и кто поставит в истории точку – непонятно, так как обе стороны считают свою позицию правой и принципиальной.